Встреча с ветераном боевых действий прошла в библиотеке имени Олега Куваева. Её организовали в рамках проекта «Подвиги наших земляков» – магаданцы, кавалеры Ордена Мужества. Встречу провели студенты Северо-Восточного Государственного Университета, волонтёры объединения «Библия-волонтёры». Уже с апреля библиотекой было организовано четыре встречи. Сегодня Михаил Геннадьевич расскажет о себе, о своей службе в рядах отряда милиции особого назначения, о своих командировках в горячие точки и заслугах перед Родиной. Среди приглашённых ребят на встречи были курсанты военно-патриотического клуба «Подвиг», воспитанники молодёжного патриотического клуба «Наследие» – магаданские юно-армейцы. С кавалером Ордена Мужества студенты и волонтёры провели интервью. «Хотелось бы рассказать о доблести нашего ОМОНа. За все командировки и последующие первые три, то есть за все две компании, магаданский ОМОН приехал из Чечни без потерь. То есть были контузии, мелкие ранения, но мы приезжали всегда в полном составе». Организаторы отметили, что собранные материалы лягут в основу создания исторической летописи заслуг магаданцев, кавалеров Ордена Мужества и послужат патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Десять курсантов «Подвига» улетели на тематическую смену во Всероссийский детский центр «Орлёнок». Там, рассказывают педагоги, ребята должны научиться новому. Центр «Подвиг» летом продолжает функционировать. Здесь преподаватели разработали большой план мероприятий. В августе почти 30 курсантов поедут в Приморский край. Там они смогут окунуться в настоящую воинскую жизнь. Это и определенный распорядок дня, и полевая кухня, и огневая подготовка. «Они, как и самые полноценные военнослужащие, будут проживать на территории воинской части, в казарме и жить полностью по уставу и по распорядку дня. Там, естественно, широкую программу для них разработали наши педагоги. Их ожидает посещение всевозможных мероприятий. День военно-морского флота, что уже, в принципе, вполне стало закономерным и постоянным участием курсантов центра «Подвиг» в этом празднике, который проходит во Владивостоке. Опыт есть, и там курсанты себя проявили весьма с положительной стороны». Для ребят, которые остались в Магадане, «Подвиг» работает в одну смену – упор на спортивный и здоровый образ жизни. Дети играют в футбол, делают физические упражнения. «Я занимался футболом, проходили мероприятия. Подвиг меня научил отжиматься, приседать. Мне много полезных вещей. Разбирать автомат, собирать автомат. Сборка, разборка автомата Калашникова. Тир у нас там, рукопашный бой. Вот так». Кроме того, организация занимается трудоустройством несовершеннолетних. Летом работают больше десятка ребят от 12 до 17 лет. Как отмечают сотрудники центра, в период каникул учреждения продолжает функционировать. Недавно в эксклюзивном интервью «Вечернему Магадану» мэр города Юрий Гришан рассказал о том, что главной целью в сфере жизнеобеспечения областного центра являлось обеспечение надежности и безопасности при эксплуатации магистральных тепловых сетей, в том числе их максимальная замена в связи с изношенностью. В первый год своего первого срока полномочий он заявил, что первая тепломагистраль должна быть реконструирована. И уже в 2017 году прошли масштабные работы по замене этого участка, которая обеспечивает теплом 40% населения областного центра. На следующий год мы полностью заменим первую тепломагистраль. В 2022 году мы должны полностью всю эту цепь, четырехлетнюю работу, соединить воедино. И на ближайшие 40 лет трубы будут находиться в нормативном состоянии, и мы не будем испытывать на этом участке никаких проблем. Все это лежит под городом, под уличной дорожной сетью. Это приводит и к тому, что мы нарушаем благоустройство, скверы, тротуары, дороги, потом некоторое время по ямам ездят, потому что мы не успеваем заасфальтировать в текущем году. Делаем, как правило, это на следующий год. Это, конечно, для меня, как мэра, очень неприятно, что за каждым разрытием, за каждым ремонтом идет восстановление элементов благоустройства. 17 июня стартовал конкурс «Доброволец года», который проводится в целях развития и распространения волонтерской деятельности в Магадане. Основными задачами этого конкурса являются выявление и поддержка наиболее активных добровольцев среди молодежи и улучшение их личностных качеств. Сам конкурс проводится в три этапа. С 17 июня по 15 ноября принимаются заявки на участие по адресу. Улица Горького, 16, кабинет 415. С 16 по 24 ноября пройдет заседание жюри, где они будут оценивать стаж, эффективность, системность и разнообразие выполняемых функций добровольческой деятельности, а также ее социальную значимость. И с 25 ноября по 5 декабря пройдет заключительный этап – подготовка и проведение церемоний награждения. Магаданцев приглашают принять участие в конкурсе видеороликов «Мы». Его цель – укрепление межнационального согласия, сохранение и развитие культуры народов России, а также формирование у молодежи гражданско-патриотического отношения к родине. Участниками могут стать граждане, коллективы авторов, а также теле- и киностудии. Заявку можно подать до 31 июля на сайте «Мы.Конкурс.РФ». Победителям будут присуждены звания лауреатов 1, 2 и 3 степени. Им вручат дипломы, памятные призы и денежные премии. Призовой фонд проекта – 360 тысяч рублей. Впервые выставку документов о преступлениях нацистов открыли в Магаданском областном краеведческом музее. Мероприятие проходит в рамках проекта «Бессрока давности». Это выставка архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории. Актуальность выставки «Бессрока давности» в исторической памяти, прежде всего. Выставка достаточно тяжелая и непростая. Это часть общероссийского проекта «Бессрока давности», который посвящен военным преступлениям на территории Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Здесь на данной выставке представлены 22 региона Российской Федерации, которые были под оккупацией во время Великой Отечественной войны и рассказывают о военных преступлениях оккупантов против советских граждан. К работе над проектом «Бессрока давности» подключились около 50 архивных учреждений, более 300 сотрудников, 66 историков. Среди них специалисты региональных государственных архивов и члены региональных отделений Российского исторического общества, ученые-историки ведущих российских вузов. Эта программа создана для сохранения исторической памяти о жертвах преступлений нацистов среди советского мирного населения. В декабре прошлого года проект признан лучшей научной работой «Года памяти и славы» и удостоен национальной премии «Победа». Познакомиться с ним можно на сайте «Бессрока давности.РФ». Власти Колымы рассматривают вопрос об обязательной вакцинации населения от COVID-19. Такое решение приняли из-за вспышки заболеваемости в области. На данный момент привито почти 40% от плана. Вечерний Магадан решил выяснить у жителей областного центра, как они относятся к обязательной вакцинации. «Никак. Ну нет у меня против этого вопроса». «Никак вообще. Не хочу, я против». «У меня сама прививка. Нормально отношусь». «Не знаю еще. Я не думала, что там». «Положительно. Всех надо вакцинировать. Всех абсолютно». «Хорошо. Я нормально. Я уже ее прошел». Материнский капитал может приобрести и отец ребенка. Законодательство определило случаи, при которых это происходит. Отец должен иметь гражданство Российской Федерации и быть единственным усыновителем первого ребенка. Если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2020 года, отец должен быть единственным усыновителем второго или последующего ребенка, в отношении которого решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2007 года. Мать ребенка утратила право на материнский капитал, если она умерла или объявлена умершей, лишена родительских прав, совершила в отношении своего ребенка умышленное преступление, и если она больше не является усыновителем ребенка, на которого действует такая господдержка. В этих случаях наличие российского гражданства у отца не обязательно. Продолжение следует...